Приветствую вас, Сильвер Плазма. Я, помню, отвечал уже на ваш вопрос, который вы задавали какое-то время назад. Вот. Да, по-моему, вы писали, что это про учебу было. Вот. Знаете, мне думается, что вы немножечко не в ту степь двигаетесь сейчас с тем вектором своего взаимодействия с психологами и со своими проблемами сейчас. В частности, потому что, например, гестальт, который вы хотите завершить, самостоятельно вы не завершите. Вам нужна помощь специалистов. И это определенный процесс. Это не что-то, что произойдет. Внезапно. Быстро. Это определенный процесс, который занимает некоторое время. И лично меня настораживает немножечко, что вы знаете, что такое гестальт. То есть вы, возможно, возможно, вы как раз-таки изучаете что-то, связанное с психологией. Да. Вот. И вам это, очевидно, на пользу не идет. Ну, потому что, да, если бы шло на пользу, то вряд ли вы обращались бы к нам, ну, специалистам. Вот. Это первое. Второй момент. Вы говорите про предательство, да? Ну, что представляет из себя предательство? Что представляет из себя предательство? Вот можно говорить о предательстве как с внешней стороны, так и со стороны внутренней. Давайте для начала обсудим внешнюю сторону. Значит, есть люди, которые поступили по отношению к вам не самым лучшим образом. Или, вернее, будет сказать, не так, как вы считали, они могут поступить по отношению к вам. Эти люди поступили определенным образом, и вы называете их предателями. Но, совершенно очевидно, что предателями вы их называете только потому, что то, как вы о них думали, и то, как они поступили, не совпадают. Но люди поступили определенным образом, и они об этом не сожалеют. И если люди об этом не сожалеют, то значит, вот они не те, кем вы их себе представляли. Они не те, кем вы их видели. Они другие. Если люди другие, то, соответственно, те, кого вы представляли, находятся только в вашем воображении. То есть это иллюзия. И в действительности, поскольку люди не сожалеют о том, что они совершили, предательства нет. Точнее оно существует только у вас в голове. Потому что вы думаете, что люди не могли поступить с вами таким образом. Потому что у вас не получается отказаться от образа людей, которые вы сами себе нарисовали. И которые не совпадают с действительностью, к сожалению, ни разу. Ну вот, в этой, допустим, конкретной, конкретной ситуации. Что? Это внешняя сторона. То есть это сторона понимания предательства. Это сторона понимания феномена предательства. Если человек раскаивается, он действительно предатель. Если человек раскаивается в том, что сделал. Он действительно предатель. Если человек не раскаивается в том, что сделал. То он не предатель. Он просто тот, представление о ком было у вас неверно. И все. Дальше. Существует еще и внутренняя сторона. Продатомство. В данном случае она характеризуется некоторой навязчивостью вопроса почему. То есть. Я спрашиваю себя, почему они так поступили. Я хочу понять причину, почему они так поступили. И тогда я перестану об этом переживать. Но видите ли, тот факт, что вы хотите узнать причину, свидетельствует о том, что вы полагаетесь там на внешние факторы. На внешний мир, на других людей, но не на себя. На себя, на свои чувства, на свое поведение, на свои ценности, на свои приоритеты. Вы не полагаетесь. Именно поэтому, когда люди совершают определенные поступки по отношению к вам, например. Вы называете их предателями и пытаетесь понять, почему они так поступили. Правда в том, что понять до конца, почему человек поступил так или иначе, невозможно. Ну, потому что человек сам, знаете ли, не всегда понимает причину своих действий, не всегда способен, не всегда хочет объяснять, почему он так поступил. Ну, в основном, чтобы избежать неловкости, потому что вся эта ситуация выглядит так, чтобы избежать неловкости. Но, в целом, в целом, человеку сложно объяснить причину своих действий. И в этой ситуации, в ситуации, когда другие люди не могут, не хотят, не умеют объяснить причину своих действий, необходимо самостоятельно реагировать на их поступки и на их действия. Как? В соответствии со своими ценностями. В соответствии со своими взглядами. В соответствии со своими приоритетами. В соответствии с тем, что для вас важно. И все. Я думаю, вы не будете спорить с тем, что вас так интересует вопрос, почему. Потому что не очень-то вы доверяете себе. Вас интересует вопрос, почему. Потому что вас задела эта ситуация. Она вас именно задела. То есть действия других людей изменили ваше представление о себе. И вот необходимо увидеть, как изменились ваши представления о себе в результате действий других людей. Почему они изменились. Как стало возможным то, что действует человек один, а представления меняются ваши? Да? Здесь мы говорим, конечно, о... В каком-то таком недоверии себе. О недоверии своим чувствам, например. О недоверии своим эмоциям. О недоверии своим переживаниям. Вот. О недоверии себе. Об отсутствии приоритетов, об отсутствии ценностей, возможно, или не в слишком ярком их влиянии. Давай. Дальше. У меня возникло такое ощущение, когда я читал раз текст. У меня возникло такое ощущение, что мы как-то слишком, слишком сильно, может быть, привязались к своей коллеге. У меня такое ощущение возникло. То есть мне кажется, что вы забыли. О том, что это просто коллега. И... Всё. Мне так кажется. Что это не оба друга. Ваша. Что это не ваш, не ваш товарищ. И... Что в общем... Ага. Вам. Она. То есть... Коллега. Ничего не должна. Это мягко говоря. Ничего. Ничего не должна. Мягко. Так. Вот. У меня к вам. Размикаду опрал. А какие. 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 У вас. Отношения. С коллегой. Раз. Её. Абсолютно нормально. Действия коллеги. Вы вас приняли. Ну. Ну. Вот. Так. Негативно. Что для вас коллега значило? Не значила ли она для вас? Что для вас коллега значило? Не значила ли она для вас? Это проще. Слишком... Много. Вот. Мне кажется что... Мне кажется что... Слишком много. Это точно нужно разобрать. Дальше. Ээээ... У меня не You过i, на Windows. У меня возникло такое чувство, что когда мы общались с коллегой, вы в какой-то момент оставили в стороне свою одноклассную, ну, меньше с ней общаться, и вполне вероятно, что та могла испытывать ревность, если вы взаимодействуете друг с другом вот таким образом. Поэтому я очень рекомендую вам со всеми этими моментами разобраться. Во-первых, с остановками предательства. Во-вторых, с тем, как вас задевает то, что произошло. Во-третьих, это то, как вы выстраиваете отношения с людьми. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом. Не увлекайтесь с изучением самостоятельных, самостоятельным изучением литературы, а лучше образительских специалистов. Поверьте с точки зрения терапии. Это будет гораздо лучше. Всего вам самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...